Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем с вами цикл видеобесед, и очередная наша видеобеседа будет посвящена отечественному кинематографу и шолоховскому творчеству в этой связи. Мы все знаем, что 2016 год объявлен годом отечественного кино. Во всем мире и у нас в стране известно, какая это ценность. И нам бы очень хотелось рассказать о фильмах, которые были сняты по произведениям нашего великого Шолохова. Всего этих фильмов было 16. Михаил Александрович почти во всех был сценаристом. Кроме того, он принимал участие в просмотре фотопроб актеров, он консультировал актеров. И самое главное, он всегда, и, видимо, в этом был большой смысл, он всегда рекомендовал, где проводить натурные съемки. Очень хочется вспомнить слова Сергея Бондарчука, режиссерская слава которого, началась с фильма, снятого им «Судьба человека». А сказал он вот что. «Выйдешь к Дону, увидишь шире его, вот, и все здесь кажется шолоховским». Возможно, он даже не осознал, какую очень важную вещь он сказал. Все знали, что есть река Дон, знали географически. Но после того, как Шолохов описал донскую степь, донскую жизнь, донских героев, стало казаться, что донская жизнь существует именно с того момента, когда Шолохов рассказал о ней. Все это напоминает, очень напоминает стихотворение Евтушенко, которое называется «Мапассан». А речь там идет вот о чем. Автор перевоплощается в своего героя, живет его жизнь, носит его одежду, общается с людьми, с которыми общается его герой, и все это потом ложится на бумагу. А дальше в тиши его кабинета дрова в камине пламя лижет, а за окном ни лиц, ни крыш. Еще как будто нет Парижа, написан будет им Париж. Так и Шолохов описал и дон, и донскую жизнь, и самое главное, героев, людей колоритных, неповторимых, с прекрасным языком, который называли языком цветным. Он стал летописцем эпохи, а это по плечу только гением. И, конечно, был он очень рад, этот скупой на проявление своих чувств человек, когда его герои ожили на экране. За подлинность этой жизни, за подлинность своих героев он ручался. Он всегда говорил, мне не надо искать героев, я живу среди них. Это действительно очень высокая подлинность. Впервые экран засветился для шолоховского творчества его героев в 1931 году, когда была сделана первая попытка экранизации «Тихого дона». Он тогда был еще совсем молодым человеком, ему было 26 лет. Фильм, у него была, так сказать, несчастливая судьба, хотя консультировал актеров сам Шолохов. И, в общем-то, и Андрей Абрикосов, тогда еще молодой актер, очень подходил по типажу для Григория Мелехова. И самое главное – Мацисарская. Надо сказать, что из всех актрис, которые были в нескольких экранизациях, ее типаж наиболее соответствует типажу «Донской казачки». Фильм… Ну, не приняли критики по каким причинам. Их было две. Во-первых, считалось, что был показан только «Казачий адюльтер» и ничего больше. И, кроме того, а это было уже серьезно, фильм посчитали внеклассовым. Шолохов не сдавался. Он писал актрисе, с которой он подружился. «Я сделаю все, чтобы «Дон» пошел по экрану». В 1939 году режиссер Сергей Герасимов, кстати сказать, в этом году, в год отечественной кематографии ему исполняется 110 лет со дня рождения. Вот в 1939 году он сделал попытку вновь обратиться к экранизации «Тихого дона», но по разным причинам это не удалось. Зато ровно 60 лет назад, посмотрите, какие совпадения идут, он начал снимать «Тихий дон» в хуторе Диченском Коргинского района по рекомендации Шолохова. Съемки шли именно в этом месте. Сергей Герасимов, ну, нет нужды представлять масштаб его режиссерской деятельности, он сразу поставил себе за правило. Фильм будет максимально достоверным, приближенным к роману Шолохова максимально. И в этом, надо сказать, не просто громадный, а грандиозный успех этого фильма. Актеры жили буквально среди станичников. Они и обедали с ними, и ужинали, и косили траву, во всяком случае, ну, просто растворились в этой массе. А что касается исполнителя главной роли Петра Глебова, то он еще и день и ночь мог скакать на чистокровном Донском скакуне, надо сказать, который был выделен для съемок по кличке «Диктатор». Все удивлялись его посадке в седле, но никто не знал, он скромный был человек, что, в общем-то, его родословное восходит к родословной Матвея Платова, знаменитого атамана. А утверждение Глебова на эту роль стоит того, чтобы об этом рассказать отдельно. Он, в общем-то, не рассчитывал ни на какую крупную роль в этом фильме. Пришел он в гриме офицера и готовился сниматься в массовке. Внешне, конечно, Григория Мелехова никак не напоминал. Было ему 40 лет, это тоже был минус. Но у Герасимова просто орлиный взор. Он моментально выделил из массовки этого актера. Почему? Очень сильные глаза. Когда он с ним заговорил, он понял, что если так актер не похож, то вот голос, голос похож. Он сказал гримеру, загримируйте его. Но грим был наложен не очень, видимо, тщательно, в спешке. И Герасимов посмотрел, вздохнул и опять не то. И он решил отложить пробу до понедельника. А гример сказал Глебову, ты приходи на грим немножечко пораньше, за час. Я тебя так загримирую, что и Шолохов признает. Так оно и случилось. Когда Герасимов увидел Глебова в гриме, он просто остолбенел. И отказался от идеи снимать в этой роли Бондарчука, своего ученика. И остановился на Глебове. Но тут возникли препятствия другого характера. Худ-совет стал стеной против. Актеру 40 лет. Это потребует очень сложного грима. По времени и по всему. По всем затратам. Но решил дело Шолохов. Взглянув на фотопробы Глебова, он сказал, да это же он. Это настоящий донской казак. Ну, возражения, естественно, не последовало. Шолохов утвердил в этой роли Быстрицкую по фотопробе. И безоговорочно Хитяеву в роли Дарьи. Более того, когда был фильм отснят, он сказал Хитяевой, вы сыграли лучше, чем я написал. Думается, что это и по сей день является гордостью Людмилы Ивановны. Первым зрителем отснятого материала был, естественно, Шолохов. И он сказал не одну фразу, но она дороже всех хвалебных рецензий. Я рад, что фильм идет в упряжке с моим романом. Эта экранизация сделала вот что. Появился новый всплеск интереса к роману «Тихий дон». Его буквально сметали с библиотечных полок. Мы намеренно не говорим о двух последующих экранизациях «Тихого дона», потому что Шолохова уже не было в живых. А нам бы хотелось показать его участие в процессе съемок. А вот «Поднятая целина» в 1959 году снималась тогда, когда Шолохов был жив. Более того, опять-таки, по его совету, она снималась с «Таницы Каргинской», которая стала частью биографии Шолохова. Видимо, тут было что-то очень личное, какие-то воспоминания. Была первая попытка съемок этого фильма в 1939 году. Режиссер Райзман ставил этот фильм. Но он тогда прошел незамеченным. А вот фильм 1959 года, а вышел на экраны где-то в 1960 году, он стал буквально, как мы сейчас говорим, лидером проката. Блестяще подобранный актерский ансамбль обеспечивал высокую достоверность того, что происходит на экране. А вот о блистательной роли Евгения Матвеева в роли Нагульного хотелось бы рассказать особенно. Вообще-то актер пробовался на роль Давыдова. Ему эта роль была практически обещана. Но он буквально грезил ролью Нагульного. Вообще, Матвеев любил играть людей на грани физических и моральных возможностей. Режиссер Иванов сказал, что уж попробуем. Включили свет. И вот эту фотопробу, вернее, пробу сцены, кто ее видел, кто присутствовал, не забудут никогда. Актер вложил в эту пробу весь свой актерский темперамент, все мастерство, все свое желание сыграть эту роль. Когда сцена была окончена, на съемочной площадке царило долгое молчание. Все не могли опомниться. И стало ясно, что Нагульнов найден. Роль стала триумфальной, но Матвеев заплатил за нее очень высокую цену, поскольку в одной из сцен, где надо было скакать на лошади, он с лошади упал, повредил позвоночник. И, в общем-то, об карьере актера театрального ему пришлось забыть. И он стал подумывать о режиссуре. И в 1972 году он снимет фильм по Шолохову «Смертный враг». Надо сказать, вообще, видимо, прослеживая судьбы актеров и режиссеров, что от шолоховского материала очень трудно было уходить. Вот это касается и прежде всего и актера, и режиссера Сергея Бондарчука. Прочитав рассказ «Судьба человека», кстати сказать, тоже юбилей, он был опубликован ровно 60 лет назад, Бондарчук ощутил буквально удар в сердце. Он ни о чем не мог думать, кроме как об этом рассказе, и о своем желании снять фильм по нему. Он был актером, его узнали, но режиссерских работ у него не было. Он уверен, что он это снимет. Материал, который здесь, он захватывал, потому что Шолохов снял очень многие запреты. Это тоже вообще его была гражданская и писательская смелость, которые существовали на военной теме. Очень многое замалчивалось для того, чтобы, как говорится, не оскорбить победителей. А Шолохов по существу реабилитировал людей, прошедших гитлеровский плен. Надо сказать, что Шолохов, его понять тоже нужно. Он сначала сомневался. Во-первых, Бондарчук городской человек. Сможет ли он сыграть Андрея Соколова? Кроме того, это режиссер-дебютант. А Шолохов вообще очень трепетно относился к тому материалу литературному своему, который попадал на экраны. Но, видимо, у Михаила Александровича была очень широкая натура. Все-таки он поверил в это. Тогда еще совсем молодого человека. Он только сказал ему, вот руки-то у тебя не Андрея Соколова. Руки у тебя другие. И посоветовал пожить немного в Вершинской станице и присмотреться к станичной жизни. Когда к нему Бондарчук пришел в гриме Андрея Соколова, он уже был в образе, но мастерство его как актера всем известно, Шолохов сначала его не узнал, а потом улыбнулся и больше про руки не вспоминал. Бондарчук был дебютантом, но снял фильм, который находится в Золотом фонде. Не только нашего отечественного, но и мирового кино. Он получил очень большое количество наград. Фильм триумфальный, надо сказать, прошел. А Бондарчуку удалось, помимо блестящей его актерской работы, сохранить самое главное. Вот этот простой, безыскусный рассказ, скорбный в чем-то, и очень доверительный по отношению к зрителю и к слушателю рассказ Андрея Соколова. И мы видим человека, который прошел ад на земле, не сломался, сохранил в себе способность любить, сострадать и самое главное жить дальше. По замыслу Бондарчука фильм должен был сниматься на фоне пробуждающейся природы. Это очень логично, конечно, по отношению к сюжету, но пока фильму чинили разного рода препятствия, натура уходила весенняя. И тогда пришлось действовать чисто кинематографически. В разлившийся дон поставили срубленную дикую яблоню, сделали цветочки, цветочные лепестки из бумаги. Получилось очень натурально. Даже Шолохов не заметил подмены. А когда заметил, рассмеялся и сказал, вот вам хорошо, у вас сколько людей, один одно подскажет, другой другой. А я вот один, собственно, отвечаю за всех своих героев и за все свое творчество, один, посоветоваться не с кем. Фильм был закончен, смонтирован и в зале Шолохов. Первый просмотр. Дали свет. Шолохов стремительно встает и, не говоря ни слова, выходит из зала. Все обескуражены, никаких оценок. И только через час он звонит по телефону Бондарчику и просит телефон Андрея, то есть называет его именем героя и говорит, ты знаешь, Серега, ты меня извини, я просто боялся рассопливиться. Я только сейчас пришел в себя. А одному из сценаристов он сказал, вот Серега умеет за горло взять, ты посмотри, какая сила у экрана. А ты вспомни, как он одними лопатками, одной спиной сыграл, вот когда он уходил от Миллера. Кстати, о сценарии. Сценариста Михаила Александровича в этом фильме не был. Но когда худсовет решал вопрос о запусках съемки, и были все, конечно, против, потому что режиссер молодой, непонятно, что он там снимет, Шолохов поехал в Центральный комитет к отделам культуры и просто надавил своим авторитетом, чтобы фильм этот снимался. После этого был звонок на Мосфильм и, естественно, фильм запустили. А Бондарчук еще очень много раз будет приезжать в Вешенскую. Он еще будет снимать фильмы по материалам Шолохова. Видимо, вот мы не ошибемся, если предположим, что мощь шолоховской личности привлекала его не в меньшей степени, чем шолоховское творчество. Следующий фильм, который был снят по произведениям Шолохова, это был фильм «Они сражались за Родину», который снимал Бондарчук. Собрал он блестящий актерский ансамбль. Да, я забыла сказать, вот еще какой момент. «Судьба человека» снималась близ Вешенской станицы, в станице Куликулской она называется. А вот местом съемок они сражались за Родину, в этот раз сомнений никаких не было. Шолохов безоговорочно доверял Бондарчуку. Единственное его пожелание было, чтобы фильм снимался в тех местах, где шли бои. Это была Верхняя Задония, Волгоградская область. С натурой было не очень сложно. Почему? Потому что там действительно, в этих местах осталось очень много окопов, которые только слегка подправили. Более того, там еще было очень много неразорвавшихся снарядов, и поэтому приходилось вызывать саперов. При ростовском штабе Северо-Кавказского округа был сформирован полк специально для того, чтобы он участвовал в съемках. Снимали батальные сцены максимально натурально, но, в общем-то, как режиссера-баталиста в этом отношении Бондарчука знал весь мир. Было взорвано очень много тротила и так далее. Это все, что касается натуры. Успех фильма был обеспечен уже блестящим актерским ансамблем. Это сам Бондарчук, это Тихонов, это Никулин, это Лапиков, это Губенко, это Смоктуновский, это Федосеева-Шукшина, это Бурков, это поразительно, но актриса Степанова, актриса МХАТа, которая всегда играла аристократок, утонченных. Здесь она играет простую крестьянку, играет настолько великолепно, настолько просто, ошеломляюще, неожиданно. Это говорит вот о чем, что Шолоховский материал, он манил к себе просто как магнит. любого актера, считавшего за честь сняться в этом материале. Когда осталось совсем немного до завершения работы над этим фильмом, съемочную группу и всю страну потряс страшный удар. Скончался Василий Макарович Шукшин. Фильм решено было продолжить. И просто потому, что эта работа требовала завершения, и еще в память об Василии Макаровиче Шукшине. Снимался дублер в соответствующих ракурсах, а озвучивал великолепный мастер дубляжа Ефимов. Это очень красивые места, где снимали этот фильм. Там есть небольшой утес, который недалеко от места съемок. Теперь на этом утесе стоит часовня и памятный знак в честь Шукшина. В заключение хочется сказать великое спасибо режиссерам, которые снимали фильмы по произведению Михаила Александровича Шолохова. Это действительно магнит, притяжению которого противиться невозможно. А если проследить судьбы актеров, то вот получается какая картина. Очень многие снимались дважды и трижды на Шолоховском материале. Андрей Абрикосов. «Тихий дон и поднятая целина». Петр Глебов. «Тихий дон, поднятая целина, смертный враг». Игорь Дмитриев. «Тихий дон, поднятая целина». Зинаида Кириенко. «Тихий дон, судьба человека в лазоревой степи». Борис Новиков. «Тихий дон, донская степь». Людмила Хитяева. «Тихий дон, поднятая целина». Евгений Матвеев. «Поднятая целина, жеребенок» и в качестве режиссера снял «Смертный враг». А Владимир Дорофеев играл деда Щукаряев в поднятой целине экранизации 1939 года и экранизации 1959 года. Они стали, можно сказать, фирменными шолоховскими актерами. И мы тоже должны поблагодарить их за счастье видеть их искусство и за то чувство гордости, которое они формировали у нас и формируют. За тот край, в котором мы живем. И за нашего великого земляка Михаила Александровича Шолохова. Продолжение следует...